посмотрите на эти изящные линии на эти стремительные обводы красота весна и в такую пору так хочется поговорить о чем-нибудь прекрасном на канале tesla cars беларусь топ 5 самых уродливых электромобилей в мире а это красота и ее можно купить по ссылочке в описании фанаты бмв сейчас начнут бросаться в нас помидорами но на пятое место мы поставили бмв ай и мы хорошо помним историю когда фанаты бмв чуть не разорвали криса бенгла после появления новой семерки по моему с бмв а x история примерно такая же глянешь на него сбоку он похож на беременного бегемота посмотришь спереди бросаются в глаза его непомерно раздутые ноздри фальш решетки радиатора в общем красавцем этот автомобиль явно не назовешь а еще версия бмв ай x 40 с маленькой батареей на 70 киловатт час отличается небольшим запасом хода и никакой динамикой так что если вы уже и выберете ай x несмотря на всю его непривлекательную внешность то остановитесь хотя бы на версии 50 с огромной батареи и нормальной динамикой если немцы у нас заняли пятое место то четвертое место мы отдаем японским братьям близнецам toyota bz 4x и subaru salterra кстати компанию им составляет еще и lexus вот как она называется так она и выглядит все очень слишком сложно посмотрите на это нагромождение каких-то линий хитросплетений плоскостей углов и непонятных пластиковых элементов на кузель а если посмотреть на subaru спереди так и вовсе видишь в нем ford mustang mac e откуда ребята откуда вы это взяли честно говоря и традиционные автомобили toyota нынче не радуют нас дизайном слишком уж они какие-то нарочито брутальные и я бы даже сказал вычурные кстати какими-то особыми техническими характеристиками эти два японца тоже не отличаются им положено одна батарея емкостью чуть больше 70 киловатт час но запас хода 450 500 километров и никакущая динамика самая быстрая из этих машин разгоняется до сотни за 7 секунд ну раз мы заговорили о плохом стоит упомянуть и о хорошем и subaru и toyota будут оснащаться рулевым колесом типа штурвал как у tesla но у них есть одна интересная особенность которая отличает их от американского производителя если в tesla поставили штурвал и даже не думали менять передаточное отношение рулевого управления то есть руль приходится вращать вот на такие углы а штурвалом это делать жутко неудобно японцы с этой проблемой справились чтобы не вдаваться в технические подробности скажу что в автомобилях со штурвалом не будет рулевого вала в итоге для управления передними колесами штурвал достаточно повернуть всего лишь на 150 градусов то есть это даже меньше чем пол оборота третье место досталось китайскому производителю с электромобильчиком под названием bao change mini EV но его уродливая внешность и нищебродская комплектация с лихвой компенсируются ценой это вообще самый дешевый электромобиль в мире стоит он в китае 4200 долларов что же за эти деньги вы получаете трехметровый пластиковый кузов задний привод между прочим можно дрифт тонуть 4 пассажирских места аудиосистема электрические стеклоподъемники кондиционер и батареечка емкостью всего-то около 10 киловатт час который вам хватит на 116 километров пробега это если вы будете ее еще и подталкивать ну и как же безнародной китайской марки джили конечно же джили они предложили свою версию самого уродливого электромобиля под очень странным названием сейчас я его прочитаю джили candy gl eagle k23 на самом деле очень странно что в модельном ряду джили оказался такой автомобиль потому что согласитесь во всяком случае модели с dvs да и электрическая геометрия весьма неплохо выглядят что же произошло с китайскими дизайнерами если bmw ix или toyota subara хотя бы с каких-то ракурсов выглядят неплохо тот же выглядит плохо с любого ракурса с какого не посмотри он тупо страшный такое ощущение что дизайнер вдохновлялся видом дохлого таракана когда рисовал этот автомобиль технические характеристики вполне соответствуют его внешнему виду длина около 4 метров то есть это такой типичный city car электродвигатель мощностью 65 лошадиных сил позволяет достичь сумасшедшей скорости 102 километра в час больше никаких характеристик производитель не раскрывает мы даже не знаем сколько это чудо может проехать на одной зарядке но я думаю что недалеко потому что просто владельцу будет хотеться как можно меньше находиться внутри вы никогда не догадаетесь какой же автомобиль занял первое место в нашем топе если у вас есть идеи напишите пожалуйста быстренько в комментариях а мы раскрываем секрет нет производителя еще раз говорю в том-то и сложность задачки что производителя у этого электромобиля не существует и сейчас вы узнаете почему но все томить не буду на первом месте у нас электромобиль под названием автовия и вид 21 почему же он самый страшный на планете да потому что его собрали из лучших деталей других электромобилей дизайнеры вдохновились такими моделями как audi e-tron gt bmw i3 mercedes-benz eqs citroen e berlingo honda e lexus mini cooper и даже porsche taycan из всего этого они собрали один электромобиль который выглядит вот так давайте попробуем определить какая же часть от какого электромобиля здесь используется спереди это конечно же явно porsche taycan а дальше я затрудняюсь что-то сказать если честно ладно передняя часть здесь однозначно это porsche taycan ручки от porsche дверные сто процентов задняя дверь сдвижная ужин какой в задней части я однозначно вижу hyundai unic 5 колеса от porsche taycan очертание заднего стекла бокового это что-то из мотивов bmw я в упор не вижу здесь mercedes и qs самая приятная новость в том что это чудовище франкенштейна существует только в больном воображении тех кто его нарисовал это абсолютно виртуальный проект и такой автомобиль никогда не будет существовать в реальности но если говорить о существующих электрокарах то после долгого обсуждения всей съемочной группы мы пришли к выводу что на первое место поставим тесла кибертрак он ломает все представления о том что такое дизайн электромобиля а какой автомобиль является самым страшным по вашему мнению напишите пожалуйста в комментариях поспорим но мы с вами прощаемся подписывайтесь на канал следите за нашими новостями и всем пока